О заметных событиях уходящего дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ и я, Ольга Бельмач. Добрый вечер. Газпром в полном объеме удовлетворит потребности Беларуси в природном газе. Об этом заявил сегодня в Кобрине председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Планируется, что пиковый отбор газа из подземных хранилищ в нашей стране до 2020 года вырастет в три раза. Глава Газпрома также отметил, что компания намерена увеличить объем транзита газа через Беларусь. Кроме того, российская сторона заинтересована в создании новых мощностей по выпуску грузовых автомобилей на газомоторном топливе. Будет продолжена и политика льготных цен. Цена на сегодняшний день для Беларуси кратно ниже, чем цены на мировом рынке. И могу сказать, что мы будем продолжать эту политику. Еще одна очень важная тема – это развитие газомоторного топлива, рынка газомоторного топлива в Республике Беларусь. Это, конечно же, очень социально важный аспект, поскольку это вопросы экологической чистоты городов, это вопросы экономии на топливе. Жемчужины белорусской силиконовой долины. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в фундамент строящегося здания ИТ-парк состоялась сегодня в Минске. К концу 2013 года на территории парка высоких технологий возведут центр крупнейшего разработчика и производителя современных информационных технологий IBA Group. Тут появится не только офисное здание, но и жилье, торговый центр, парковка и спортивные объекты. Подробности у Татьяны Никитиной. Через полгода на месте этой строительной площадки появится поистине жемчужина белорусской силиконовой долины. Настоящий город в городе. Крупнейший разработчик и производитель современных информационных технологий IBA Group к концу 2013 возведет здесь масштабный научно-производственный центр ИТ-парк. Это должен быть действительно такой замкнутый кластер, где людям будет удобно и работать, и отдыхать, и жить. Это действительно будет такой технопарк, где человек уже попадает в совершенно другую атмосферу. В комплекс зданий IBA войдут не только офисы, обустроенные по последнему слову техники, но и многоуровневая парковка, жилые дома, а также торговые объекты и спортивный центр. В строительство такого кластера компания планирует вложить 100 миллионов долларов. Город потратит не менее в реконструкцию улично-дорожной сети, транспортное сообщение, строительство детского сада, начальной школы. Весь программный продукт, который разрабатывают резиденты парка высоких технологий, он реализуется на экспорт. Поэтому это улучшение платежного баланса республики. В ИТ-парке будут трудиться около тысячи специалистов, большинство белорусы. Одна из важнейших целей компании – создать для сотрудников условия работы, максимально приближенные к уровню ведущих мировых компаний. Ведь в таких условиях даже самая смелая и грандиозная идея легче воплощать в жизнь. Мы говорим прежде всего о постоянном росте экспортного потенциала и компании IBA, и в целом парка высоких технологий. И, естественно, работа на внутреннем рынке, проведение модернизации наших предприятий с использованием современных информационных технологий. В 2013-м IBA отметит свое 20-летие, и капсула с электронным посланием потомкам сохранит эту историю на десятки, а может и на сотни лет. Ну а пока впереди месяцы глобального строительства и больших надежд. Татьяна Никитина, Николай Стенчила, телекомпания СТВ. Завершить успешную уборку урожая и определить перспективу развития агропромышленного комплекса до 2020 года. Такую задачу озвучил вице-премьер Михаил Русс, сегодня представляя в Минсельхозпрод нового министра. Возглавил главное аграрное ведомство страны Леонид Заяц. Его назначил глава государства, посещая накануне агрокомбинат Держинский. Именно на примере развития этого предприятия Леонид Заяц продемонстрировал талант грамотным руководителям. Организатор высочайшей пробы, технолог, ответственный человек. Человек знает, что делать. Поэтому рады, что вот такой человек возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Человек, который его знает не понаслышке. Страшная трагедия произошла сегодня днём в Минске. Из окна квартиры на девятом этаже в одном из домов по улице Пимена-Панченко выбросилась молодая женщина с двумя детьми. Старшему из малышей было около семи лет, младшему не больше трёх. Всё трое скончались на месте. По факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело. Материал Татьяны Ревизори. Спальный район. Время подходит к обеду. Трагедия, которая случилась в 76-м доме по улице Панченко, шокировала всех жильцов. Из окна квартиры на девятом этаже выбросилась молодая женщина. В пропасть мать прихватила и двух детей. Старшему из малышей было около семи. Младшему не больше трёх. Ей кричали «Остановитесь, остановитесь, что вы делаете?» Да, и она сразу спрыгнула. Страшная весть разнеслась со скоростью ветра и заставила отложить дела практически всех жителей. Не только этого дома, но и соседних. Увидела с окна, с 13-го этажа. Вышла и смотрю, что трупы лежат. Дети на улице были, я не могла понять. Думала, может, убийство произошло. На месте происшествия оперативно-следственная группа. Работают криминалисты. За спецленту журналистов не пускают. А ведь беды ничего не предвещало. Президентная семья. Спокойные люди. Ещё до сих пор не могу сюда прийти, честно сказать. Вот и Надежду, которая часто встречалась с погибшей на детской площадке. Пару дней назад поведение всегда спокойной женщины насторожило. Она ходила, кричала на кого-то в телефоне. И маленький ребёнок тоже плакал. Мотивы и причины трагедии следствие назовёт позже, после тщательной проверки. Однако уже сейчас правоохранители озвучили версию самоубийства. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 139. Это убийство заведенного малолетнего в связи с гибелью двух детей. Дело возбуждено по факту смерти детей. По одной из версий, к трагедии привело психическое расстройство. Татьяна Ревизори, Илья Пучко, телекомпания СТВ. Дефицит воды испытывают жители деревни Журавна в Витебской области. Единственный источник питьевой воды – природный родник. Но до него 180 метров по болотистой местности. Это непроходимая дорога для местной жительницы-инвалидов второй группы. После многократных обращений во всевозможные инстанции, женщина в отчаянии позвонила на горячую линию нашего телеканала. Когда чиновники перестанут лить воду и построят колодец, выясняла Яна Шибко. На сухом пайке Ирина Яковлевна уже несколько лет. Вода в деревне дефицит. В низине есть родник, но утолять жажду из этого природного оазиса женщине не по силам. Эта лесная тропа, прямо скажем, не для слабонервных. Путь к единственному на всю деревню – источнику питьевой воды. Если сейчас здесь можно кое-как пройти после небольшого дождя, то осенью эти болотистые джунгли превратятся просто в непроходимые топи. Сама ходить за водой к роднику Ирина Яковлевна не рискует. И она и сын инвалида второй группы. Питьевая вода в доме появляется только 2-3 раза в неделю с приходом соцработника. Приходится экономить. Только такая дорога, другой дороги у нас нет. Так это еще здесь хорошо, а там в низине грязь и болото. Грязь и болото в низине. И все. Ну что делать? Ну что делать, если другого варианта нет. Попить-то не возьмешь с озера. Деревню на 18 домов летом заполняют дачники. Наученные горьким опытом, из города везут с собой бутилированную воду. Местные же по старинке собирают дождевую или берут из озера. Но это только на технические нужды стирку и поливку. Чиновники же уже три года льют воду на бумаге. Нет средств или же там любые другие проблемы. Мы дали вам соцработника, пускай вам соцработник носит. Но соцработник тоже человек. По тому болоту и по снегу 150 наносить, чтобы и постирать, и изготовить. Это очень много воды надо. Ирина Яковлевна уже оборвала все телефоны. Обращалась во многие районные инстанции. Переписка зашла в тупик. Оказалось, построить колодец все-таки планировали. Только в следующем году. Мы дополнительно заложили в связи с тем, что люди пенсионного возраста, насколько я знаю, инвалиды. Поэтому нужно идти людям навстречу. Естественно, на следующий год мы запланировали строительство колодца в деревне Журавна. В ожидании обещанного колодца Ирина Яковлевна готовится к зиме. И надеется, что она будет снежной. Снег опять придется топить, чтобы добыть воду. Яна Шибко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Ваша новость может стать поводом для сюжета в наших выпусках новостей. Своё сообщение оставляйте на форуме по адресу в интернете ctv.by. А ещё связаться с нами можно по телефонам горячей линии СТВ в Минске 290-6600 и по линии мобильной связи 1-600-700. Гродненская область – лидер в республике порождаемости населения. Об этом сообщила министра труда и социальной защиты Марьяна Щёткина, посещая сегодня областной центр. В регионе активно ведётся поддержка многодетных семей. На предприятиях работникам предоставляются полные социальные пакеты. Детская медицина не уступает общие европейским показателям, благодаря чему детская смертность сведена к минимуму. Вместе с тем по-прежнему проблемным остаётся вопрос смертности от внешних причин – несчастных случаев, пожаров, техногенных аварий. Это негативно сказывается на общей демографической ситуации. В Гродненской области более 6 тысяч родилось за полгода, это на 5% выше. Одновременно на 7% уменьшилась смертность. Это благодаря тому, что, конечно, развивается здравоохранение, что предпринимаются определённые меры по профилактике социального сиротства. Очень важно, чтобы сегодня регулировалась смертность от внешних причин, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, чтобы не проявляли определённой халатности. Опять-таки, это речь идёт о пожарах, об утоплениях. Редкий случай на Гомельщине. В семье жителей Жлобина родились две двойни подряд. Двумя девочками молодожона обрадовали родню 5 лет назад, а недавно на свет появились два мальчика. Врачи говорят, случай на миллион. Со счастливыми родителями встретился Александр Добрьян. Матвей и Владислав теперь в семье самое главное. Всё внимание им. Будто понимая необычность ситуации, парни и дату рождения выбрали не случайную. На свет братья появились 3 июля. День независимости Беларуси теперь в семье Сёмченко праздник вдвойне. Тогда...